МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Крым. Я Елизавета Целеградская. Приветствую вас. В мечети села Курцы Симферопольского района оккупанты провели оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами. Силовики приехали на двух газелях и бронеавтомобиле «Тигр». Об этом сообщает Крымская солидарность. О причинах визита рассказал местный житель Мухаммед. Здесь были машины с ОМОНом, также и бронированные машины. Мы чуть-чуть поздно приехали, так как к нашему приезду они уже уехали. И мы, получается, у прихожан в мечети спросили. Они сказали, что они приезжали для того, чтобы проверить счетчики, проверяли, зарегистрировали ли земля. Ну, теперь, получается, наши счетчики будут проверять ОМОН в масках с автоматами. Вот такой теперь у нас Крымэнерго. 99 лет лишения свободы на шестерых. Столько запросила российская прокуратура для фигурантов сфабрикованного дела Хизбут-Тахрир. Об этом новостям Крыма рассказал адвокат Эдем Семидляев. Прокуратура попросила признать крымчан виновными в причастностях террористической деятельности и в подготовке к насильственному захвату власти. Инверу Бекирову прокуратура запросила 20 лет и 6 месяцев. В заключении Муслиму Алиеву 20 лет, Эмиру Сейну Куку и Владиму Сируку 15 лет, Рифату Алимову 14,5 лет, Арсену Джипарову 13,5 лет заключения. По обвинению в террористической направленности, а именно участии и организации в Хизбут-Тахрир, в последнее время прокуроры просят вот такие сумасшедшие сроки. Хотя за убийство с отягчающими дают намного меньше, чем вот за то, что люди где-то встречались и просто разговаривали. Они никоим образом даже не огорчены. Они уверены, что они не виновны, что их вина не доказана. И что, конечно же, эти сумасшедшие сроки, они сидеть не будут. Шестерях крымчан задержали в 2016 году в оккупированной Ялте. В течение двух лет российский военный суд рассматривал Ялтинское отделы Хизбут-Тахрир на выездных заседаниях в Симферополе. А в феврале 2018 года всех арестованных этапировали в Ростов-на-Дону. Они находятся за решеткой более трех лет. Крымчанку с поддельными документами задержали на пункте пропуска Чаплынка на админгранице с Крымом. Об этом сообщает начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов. Женщина с 41-го года рождения вместе с дочерью направилась из оккупированного Крыма в Киев на постоянное жительство. Паспорт в документе гражданин Украины была переклеена старым способом, то есть самостоятельно фотокартка, без соответствующих начаток. Значит, данный паспортный документ является подробным, но через то, что в ней были другие документы, которые могли подтвердить ее личность, мы пропустили, притягнули до административной ответственности за пробу перетенду административной межи за подробленным паспортным документом и передали ее споработникам национальной полиции для продолжения встречи в день. С начала этого года сотрудники Херсунского пограничного отряда на границе с оккупированным Крымом обнаружили 20 поддельных паспортов. За попытку пересечения админграницы с поддельными документами в Уголовном кодексе Украины предусмотрено штраф в размере около 850 гривен, а также арест на срок от 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. Главу Меджлиса Крымско-катарского народа Рифата Чубарова вновь будут предлагать кандидатам на пост уполномоченного по делам Крымско-катарского народа. Об этом новостям Крыма рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. 9 августа мы спинковались на эту тему и я пропадал в горе Патве Чубарова и сказал, что изучит вопрос и потом достану и поведение. А никого бы поведения не было. И я знаю, что мы письма тоже направляли в администрацию. Ну, я понимаю, что президенту, наверное, очень много людей, но мы напомним и еще раз направляем. Накануне президент Зеленский на пресс-марафоне рассказал, что предложений по кандидатуре на должность уполномоченного по делам Крымско-катарского народа ему не поступало. Мне кажется, что мы с паном Чемилевым и с паном Чубаром говорили про это и мы сказали, что, пожалуйста, запропонуйте нам кандидатуру. Помнишь, да, Кирилл? У нас была встреча на Банковой, но после этого мы ничего не получили, мне кажется. Треба повернуться до этого. Но, да. Мы готовы. Мне кажется, что было бы правильнейше, если бы все-таки Крымско-катарская спринута нам не запропоновала. Напомню, должность уполномоченного президента по делам Крымско-катарского народа учредил пятый президент Украины Петр Порошенко в августе 2014 года. Тогда им стал лидер Крымско-катарского народа Мустафа Джемилев. 18 мая этого года Порошенко подписал указ об освобождении Джемилева от этой должности. Крымский татарин Недим Халилов не может получить статус беженца в Украине. Мужчину в прошлом году депортировали из оккупированного Крыма в Узбекистан. Оттуда он перебрался в Одессу. Почему Недим Халилов не может получить статус беженца и как он пытается решить проблему с постоянным местом жительства, расскажут мои коллеги. Прошло три месяца с тех пор, как Недим Халилов живет в Одессе. В Украину сбежал из Узбекистана. Рассказывает, в 2018-м его туда депортировала из Крыма оккупационная власть из-за нарушения регистрации. Как составили бумагу на перемещение и свидетельство, я не знаю. Но это была фальшивка. И она была составлена не киевским посольством Узбекистана, а пасковским. На то время, рассказывает Недим, у него на руках было два паспорта. Советский, с которым он в конце 80-х приехал в Крым, и просроченный узбекский. Его сделал в 2000-х. По истечении этого срока действия паспорта я занимался, до истечения, занимался вопросами легализации своей и принятия в гражданство Украины на основании соглашения с Таранцунгей, которое на тот момент действовало. По статье 2. В Украине крымский татарин планирует получить статус беженца. Для этого собирают все необходимые документы, чтобы передать их в Одесское областное управление государственной миграционной службы. Однако в ведомстве беженцам его не считают. Он спокойно съездил в Узбекистан, получил новые документы и также приехал в Украину. Фактически, это человек, которая незаконно находится на территории Украины. Можете ему оформить гражданство Украины, если он документально подтвердит родительство своих родителей, как есть заявки на территории Крыма. Приехав в Украину, подал заявление на гражданство. Мне было как-то то ли отказано, то ли не отказано. Дело в том, что я материровал тем, что с 1986 года у меня есть решение, что я находился на территории Украины. На момент принятия соглашения о создании СНГ, я пребывал на территории Крыма, то есть уже автоматически являюсь гражданином Украины. Кроме решения вопросов статуса своего пребывания в Украине, Недим решает и бытовые вопросы. У него нет постоянного места жительства, живет у знакомых. Недим вынужден обращаться за помощью к различным благотворительным организациям. Реестрация именно сегодня ему была призначена и будет процедура проходить конфиденциально. Это происходит конфиденциально. У нас есть специальные комнаты для проведения интервью. Вся эта информация анализуется и на основе этой информации принимается решение. Про это решение сообщается. Эта особа в письмовой форме выдаёт ей специальный документ, в котором вказано, что або эти особи надается допомога безкоштовно в рамках проекта, в рамках работы с Агентством ООН в справах беженцев, або не надается. Если они не захотят со мной работать, то как-то найдут другие пути. После решения вопросов перемещения в Украину Нидим планирует вернуться в Крым. Для этого будет требовать отмена судебного решения со стороны России о депортации его с полуострова. Сергей Швец, Сергей Казачинский, Татьяна Кондратова, Андрей Козюра. Новости. ЮА Крым. Более ста картин художников из Китая, Украины и Венгрии презентовали в рамках выставки «Бателеман-2008-2013» в Национальной академии искусств Украины в Киеве. Что связывает выставку «Бателеман» с Крымом узнавала Ангелина Сацик. Вот сейчас появилась идея, и мы ее получили в Академии мастерств нашей национальной академии. Что нужно? Вот такую ностальгическую выставку сделать. На открытии выставки «Бателеман-2008-2013» в Национальной академии искусств Украины собрались художники с разных стран. Эта выставка – результат 10 крымских сессий и презентует более ста картин «Бателеманского художественного сообщества». Это симпозиумы, пленеры, где мы собрались в Крыму, в Бателемане. Тут выставляются и академики, и достаточно молодые художники, и не только украинские художники, но и за кордоном. Больше всего завжди бывало крымских художников. Это, безусловно, фантастический край для живописи, для развития фантазии. Там особые колористические, природные данные. Две акварели есть. Одна акварель – это память художника Власова, Альоши, нашего профессора. На жаль, он рано помер. Он любил мотив в Балаклаве писать один. А я сел, сделал его по-своему. А другие художники на пленере. Мы облюбовали кафе, сидим, малюем. Тут же бухта, где стоят яхты. Взагалі творчих групп в Крыму было очень много. У нас был там дом творчества Королевина. Это спельчанский дом, спелки художников Украины. Но почему не проходят? Потому что, вы знаете, агрессор не даёт. И именно в таком спелкувании художник развивается. Мы брали с собой молодых художников. Я выкладываю, брали студентов, выпускников. А моя картина – портрет Леночки с внучкой и кримский пейзаж. Портрет – это, скажем, просто моя дань поваги до Лени, на дружину Михайла Сальви, который создал эти творческие группы. Мы начали эту выставку от друзей только сегодня. Не сподівано, абсолютно приятно увидеть своих коллег и такую хорошую выставку. Большое чувство, очень много красивых, очень много ностальгических кримских мотивов, которые нам с дитинства близки. Я сегодня здесь, по приглашению моих выкладчиков, картины, яких сегодня тоже тут. Я учусь в художественной академии. Это возможность увидеть работы разных художников, спрямованных на одну тему, и просто увидеть, насколько их видны, светогляды. Ангелина Сацик, Андрей Хрусталев, Новости, ЮА Крым. Выставку картин «Батя Леман» желающие могут посетить до 24 октября. Дуэль взглядов накануне боя провели украинский боксер Александр Усяк и его противник «Чазу Уизерспон» в Чикаго. Об этом сообщает издание «Секонд Заут». Видеодуэли они выложили на своем YouTube-канале. Бой между Уизерспоном и Усиком состоится завтра в 6 утра по киевскому времени в Чикаго. Это будет дебютный бой для украинцев в супертяжелом весе. Ранее сообщалось, что украинец на арене встретится с голландским боксером Тайроном Спонгом. За неделю до боя его уличили в использовании допинга. Новым противником Усика стал «Чазу Уизерспон». У американского боксера на счету 38 побед, из которых 29 нокаутом. У Усика 32 победы, из которых 12 нокаутом. На этом пока все. Следующий выпуск новостей в 19.50. Не пропустите. В студии была Елизавета Цареградская. И подписывайтесь на ее акринфейсбук. Субтитры создавал DimaTorzok